Сделать обычный дом или квартиру умными сегодня стало совсем просто. Не нужно подбирать для этого разные компоненты и потом пытаться их совмещать. Ростелеком предлагает оптимальное решение. Умный дом в коробке. И чтобы подключить все эти умные штуки, специальные технические навыки не требуются. Все уже настроено и работает. Весь умный дом помещается в такой маленькой коробочке. Представляет он из себя очень простую систему. Я покажу базовый комплект, который представляет из себя контроллер. Вот, собственно говоря, как он выглядит. И для подсоединения которого не нужно ни специальных проводов, ничего прочего. Достаточно просто Wi-Fi и сеть 220. В коробочном решении, которое представил Ростелеком, датчики протечки, дыма, движения, открытия двери, умные розетки и лампочки. При желании можно добавить еще и камеры видеонаблюдения с обратной связью, а управлять всем этим через мобильное приложение. А уж камеры так и вовсе чудо техники. Или какое-то домашнее животное разбушевалось, но знает ваш голос. Или няня что-то делает с вашим ребенком. Вы можете оттуда сказать в квартиру, прекрати, не надо. Еще одна фишка от Ростелекома. Для хранения видеоданных не нужно никакого дополнительного оборудования. Вся информация хранится на защищенных серверах компаний. Тут все хранится в облаке, и вы в любое время можете зайти посмотреть все, что там происходит. То есть вы можете перемотать. И вам не надо приобретать никакого специального дополнительного оборудования в части ресивера и хранения данных. То есть от этой функции уже вы избавлены. Услуга позволяет сохранять видеозаписи в архив на недельный срок, который может быть увеличен до 30 дней. Также на презентации рассказали о том, как меняется Ростелеком. И дело не только в новом логотипе. У компании появилось достаточно много новых сервисов, которые уже не являются собственно телекоммуникационными. Ростелеком создает целую инфраструктуру и создает большое количество систем и платформ, которые могут использоваться как на инфраструктуре Ростелекома и в первую очередь на инфраструктуре Ростелекома, но уже не являются собственно привязанными к ней. Речь идет и о биометрии, которая упростит финансовые операции, и об онлайн-телевидении, образовании и цифровых сервисах. Все эти новинки доступны пользователям уже сегодня. Алексей Форсиков, Антон Красов, Илья Захаров. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok